Фраза «Книга – одна из причин начала войны» звучит немного дико, но как минимум одна такой в свое время стала. Роман писательницы Гарри от Бичерстоу «Хижина дяди Тома» заставил большинство американцев по-другому взглянуть на проблему рабовладения и ужаснуться собственной бесчеловечности. Хозяин, он при смерти. Нет смысла продолжать. Резонанс от книги был огромный. Американское общество фактически раскололось по вопросу отношения к рабству и, соответственно, к роману «Бичерстоу», который в итоге стал самым продаваемым романом 19 века. Позже, когда писательницу пригласили на встречу в Белый дом, президент США Авраам Линкольн, приветствуя ее, спросил «Вы та самая маленькая женщина, которая устроила эту войну?» И это было отчасти правда. Есть на нет от французских книг, а мне от русских больно спится. В России книга тоже всегда могла встряхнуть общество. Неважно, как с литературной точки написан Чернышевским «Что делать?», ведь главная идея, которая охватила молодежь. Антон Чехов съездил на Сахалин в служебную командировку и написал цикл рассказов о страшной жизни сынных, каторжан и местных жителей, обитающих в ужасных условиях. Слово большого русского писателя нашло отклик. Общество требовало от властей гуманизма, а правительство вынуждено было реформировать систему каторжных наказаний. «Без книги в мире ночь, без книги мрак кругом». После революции в России пришедшие к власти большевики поставили задачу научить читать всех без исключения. И это была бесспорно хорошая идея. Знание – сила. Книга – источник знаний. Цель сделать СССР самой читающей страной мира появилась уже тогда. Правда, в некоторых случаях начитанность и эрудиция граждан, по мнению правителей, государству были вредны. «В средние века сожгли бы меня, теперь жгут всего лишь мои книги». Доктор Фрейд, конечно, заблуждался. Если бы он не сбежал из гитлеровской Германии, обязательно попал бы под каток репрессий и погиб, как его сестры. Но гибли не только люди. Костры из литературы негерманского духа горели очень ярко. Есть преступления хуже, чем сжигать книги. Например, не читать их. Эта цитата Рея Брэдбери лучше всего подходит как девиз советских читателей в 70-е. Тогда читали многие и читали все. От иностранной классики и трудов по философии до шпионских романов и производственных драм. Книга в руках – обычное явление, как и признак хорошего тона. А самые дефицитные книги распространялись под специальной почтовой подписки. А что вы читаете? Книжку. Интересно? А как называется? Три товарища. Не читал. Страмы сейчас я, Москва читаю. И для того, чтобы приобрести хорошую книгу, нужно было постараться. Например, собрать макулатуру, сдать ее, чтобы получить на руки три мушкетера Дюма или повести братьев Стругацких. Вот тогда и стали говорить о том, что страна стала самой читающей в мире. Скептики, правда, говорили, что увлечение книгами – вследствие отсутствия других развлечений. Тено не так много, концерты популярной музыки – редкость. С другой стороны читальского бума стало превращение книги в какой-то степени предмет общественного статуса. Обладатель хорошей библиотеки был человеком как минимум не бедным. А если у вас редкие книги, вы человек не только интеллигентный, но и состоятельный. Я ребенок своего поколения, и я еще застала вот этот бум бумажные даже книги. Я помню, что когда мы приезжали на рынок у себя в городе в старом, были вот эти книжные развалы, мы там что-то выбирали, то есть это было все равно некое событие. И книга была украшением, книжный шкаф – это украшение было. Для меня книга – это определенный статус. После распада СССР читать у нас стали меньше, однако постепенно вернулась популярная литература, появился книжный бизнес. Правда, одно время качество произведений снизилось, вкусы читателей заметно упростились, в моду вошли бульварные романы и криминальное чтиво. В начале 21 века появились электронные гаджеты для чтения, аудиокниги. Казалось, век бумажный заканчивается, но вышло немного по-другому. Люди сейчас действительно читают много книг, как в бумажном, так и в цифровом варианте, выбирают для себя более комфортный способ чтения. Во-первых, есть тренд на тактильные ощущения. Это можно заметить, потому что сейчас снова в моде полароиды, виниловые пластинки, и в том числе бумажные книги. То есть людям хочется собирать фотографии, собирать музыку, и в том числе собирать книги. Электронные книги добавили вариативности, возможности людей в других условиях, это, так сказать, удобно читать книги, но вот и по нашему мнению, по мнению других издателей, от 85 до 90% дохода издателей – это все-таки бумажные книги по-прежнему. Есть мнение, что чем выше в обществе процент читающих людей, тем выше уровень культуры. Но читать можно разное и по-разному. А вот то, каким книгам и авторам обращаются люди, достаточно точно говорит о том, что сейчас людей волнует. Не чтение влияет на культуру, а скорее чтение отражает определенные настроения в обществе и в культуре в том числе. Мы сейчас видим, что люди читают книги, которые позволяют им найти какие-то точки опоры и ответить на волнующие их вопросы. Об этом говорит рост религиозной литературы, об этом говорит рост спроса на эзотерику, на популярную психологию, карты Таро. Очень сильно вырос интерес к книгам про историю, в том числе про историю каких-то сложных времен, грубо говоря, фашизм в Германии, и к тому, к чему это потом привело. Интерес к психологии еще больше вырос, чем был раньше. Интерес вырос к чему-то позитивному. В общем, можно сделать вывод, что День книголюба вполне актуальный праздник, потому что любители книг и чтения с листа все так же существуют, а книга все еще великая сила. И если не развязать войну, то заставить людей глубоко задуматься ей вполне по силам. Как изменили людей и мир Библия, Коран, Тора, книги философов и мыслителей всем известно. Но не менее сильное влияние могут оказать даже несколько строг стихов, если они затронут душу и сердце. Обложка или переплет, как маленькая дверца, приоткрывающая вход и доступ в область сердца.